Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Эхо Москвы в Сызрани, с вами в студии Елена Костина, Роман Гусейнов. И сегодня у нас гость, заместитель директора МУБЖЕС по общим вопросам, Александр Сергеевич Машаков. Немало вопросов по коммуналке поступает, продолжает поступать от наших радиослушателей. Далеко не все вопросы, скажем так, лицеприятны. И, тем не менее, Александр Сергеевич, первый вопрос к вам. Вот более 10 лет уже в Сызрани существует МУБЖЕС. Расскажите, что было сделано? Почему столько претензий к коммунальщикам? Все-таки опыт достаточно серьезный наработан. Расскажите. Муниципально-мунитарное предприятие было создано, да, действительно, более 10 лет назад. Изначально наше предприятие занималось обслуживанием на квартирных жилых домах. До 2007 года включительно. После введения правительства такого института, как управляющие компании, муниципальное предприятие в 2008 году осуществляло только деятельность по сбору долгов с населения. Ну, наверное, в 2008 году только долги, да, собирали с населения, вели продуктивную эту работу. Почему? Потому что долгов накопилось достаточно много, порядка двухмесячной задолженности всего населения было. Собирали, как скажем, с большими сложностями. А в чем сложности были? Чтобы население не хотело отдавать задолженность, да? Ну, сложности, так скажем, связаны с тем, что необходимо было подать исковые заявления, плюсом судебная система как бы работает у нас не особо быстро, да, то есть есть как бы сроки рассмотрения и так далее. Это получается так, что даже до судов дело доходило? Да, однозначно. Практически, я думаю, наверное, 80% средств было взыскано путем подачи исковых заявлений. Юристы в 2008 году подавали почти 100 исковых заявлений в месяц. То есть представляете объем? Александр Сергеевич, конечно, взаимание долгов тоже достаточно трудоемкое, хлопотное и неблагодарное дело, но, тем не менее, долги накопились не просто так. То есть люди, хронически отказывающиеся платить за долги, не только не имеют финансовой возможности зачастую их оплатить, но и не имеют, скажем так, желания, видя, с каким качеством оказываются некоторые коммунальные услуги. Вот вы не первый год уже работаете в коммунальной системе и, конечно, не раз и не два общались с жителями нашего города, постарались отработать их жалобы. Расскажите, с какими наиболее частыми жалобами к вам обращаются жители города? Вы знаете, вот в бытности, так скажем, когда осуществляли функцию управления на квартирными домами, ну, какие наиболее частые жалобы? Наверное, как и везде, да, по всей России, то есть кровли, то есть подъезды и так далее. Но здесь, наверное, еще... А подъезды что? Ну, ремонт подъездов. То есть здесь, наверное, возникает такая проблема, да, кто живет на последних этажах, тому хочется хорошую кровлю. Кто живет в центре многоквартирного жилого дома, тому хочется хороший подъезд. А что мешает всем угодить? Ну, вы знаете, так как город у нас не особо новый, да, вот, собрать достаточных средств, наверное, управляющим компаниям просто не в силах, да, вот, поэтому... Александр Сергеевич, граждане в большинстве своем все-таки оплачивают коммунальные платежи, и, насколько мы знаем, и по заключениям прокурорских проверок, и по сообщениям в СМИ, и по информации, поступающей от тех же руководителей многочисленных коммунальных организаций, большая часть задолженности идет не от населения. Может быть, я не права? Нет, ну, вот, в настоящее время, как бы, да, у нас сейчас 2012 год подходит к концу, да, муниципальные предприятия занимаются теплоснабжением. Вот, каким образом обстоят дела сейчас управляющих компаний, так скажем, с должниками, ну, наверное, это все-таки... Мы сейчас берем тот период, когда вы еще отвечали за этот вид деятельности. МУБЖЕС, насколько я понимаю из ваших слов, за годы своей деятельности пережило несколько приоритетных направлений, и одно из них в начале создания этой организации было именно начисление платежей и контроль за сбором этих платежей. К вашему нынешнему, скажем так, направлению, да, статусу мы подойдем чуть позже. А сейчас интересует вот эта схема деятельности. Людям непонятно, за что пойдут начисления в квитанциях, действительно непонятно. Я понимаю, что современным начислением не занимается ваше предприятие, этим занимаются управляющие компании, ЖЭС и управляющие компании «Центр», действующие в нашем городе и обслуживающие большую часть жилого фонда. Но, тем не менее, с самой схемой вы как специалист знакомы. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, схема начисления, да, то есть у нас фактически можно разделить коммунальные платежи, то, что конкретно платит жительного квартирного жилого на две части, да, то есть это часть коммунальной услуги, это свет, вода, газ, тепло и, соответственно, техническое обслуживание квартирного жилого дома. Ну, наверное, туда входит как бы обслуживание, ремонтные составляющие, вот, в том числе, там, ну, ремонт там лестничных клеток и так далее, вот, соответственно. Это является одной из составляющих начисления коммунальных платежей. Я правильно вас поняла? Да, да. Хорошо. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам номер телефона «Эхо Москвы» в Сызране, 98-46-46. Звоните, задавайте вопросы гостю нашей студии, комментируйте, нам интересно знать ваше мнение. Вы также можете отправить смс-сообщение к нам в редакцию по номеру 9277-44-5555. И в продолжение темы контакта хочу напомнить, не обязательно иметь радиоприемник для того, чтобы слушать программы «Эхо Москвы» в Сызране. Вы можете их слушать в режиме онлайн, в интернет. То есть достаточно сейчас позвонить своим знакомым, которые еще пока не с нами, сказать им, выходите в интернет, выходите на сайт эхосызране.ру, и тогда интересующая вас информация поступит в каждый дом. Итак, у нас в гостях Александр Сергеевич Мушаков, заместитель директора МУБЖЕС по общим вопросам. И сегодня мы говорим о коммунальных проблемах, о планах и надеждах наших Сызранских коммунальщиков. У нас как раз телефонный звонок. Хорошо, сейчас мы... Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как к вам обращаться. Александр Иванович. Хорошо, Александр Иванович. У меня такой вопрос к Александру Сергеевичу. Я так понял с первых фраз, что человек как бы не готов компетентно отвечать на поставленные вопросы, но я его задам. Вот сейчас новые тарифы по домовому освещению в подъездах, да? Значит, вот у меня мама, Гагарина, 31, проживает. Она пенсионер, ей 78 лет. Она нигде не ходит, не выходит из дома. Ну, ноги больные. Живет в четырехкомнатной квартире. Света, она экономит, ну, прям вот копеечку в копеечку. И у нее Света в квартире нагорает меньше, чем ей приносят за обслуживание подъезда. И вот у меня вопрос. Будет ли для такой категории людей какие-то вот пересмотрены тарифы? Все, спасибо. Спасибо. Александр Сергеевич, не совсем по адресу вопрос. Даже, по-моему, я могу на него ответить, что у нас недавно новость была даже данная, что со следующего года будет перераспределение этих средств. Кто больше платит, а кто меньше, будет льготная категория. Это из новостей можно было узнать. С 1 апреля, да, будет пересмотрено начисление, но до 1 апреля еще нужно дожить. Александр Сергеевич. Илья Михайловна, у нас опять телефонный звонок. Хорошо, мы дадим комментарий нашему радиосвучителю чуть позже. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А вот мне хочется такой вопрос задать. Вот у нас есть квитанции. Вы знаете, и вот там все только угрозы. В случае неуплаты туда-сюда. Почему никто... Вот у меня двухкомнатная квартира. Я каждый месяц за обслуживание этого дома плачу около 700 рублей. Почему никто не считал за этой квитанции? Куда идут эти деньги? По какой статье расходов вы оплачиваете 700 рублей? По какой статье квитанции? По какой статье обслуживание дома? Первая канграфа. Самый первый пункт. Спасибо. Самый наболевший вопрос, походу, у наших радиослушателей. Александр Сергеевич, поскольку опыт работы с подобными счетами у вас есть, ответьте, пожалуйста, и позвонившему нам до этого радиослушателю Александру Ивановичу, и вот последний радиослушателю. Что касается Александра Ивановича, да, то есть, наверное, как бы на сегодняшний день закон как бы един для всех, вот, каким образом начисляет, опять-таки, управляющая компания существующая, подсказать вам, ну, как бы не могу. Да, напомним еще раз нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях заместитель директора МОП ЖЭС, а не управляющая компания ЖЭС. Управляющая компания ЖЭС – это организация, проводящая начисление. МОП ЖЭС – это организация, которая поставляет нам тепло, помогает создать нормальный микроклимат в наших домах. Основным, так скажем, видом действий муниципального предприятия. Ну, да, но присутствующие у нас в редакции человек просто в курсе, в теме по начислениям. Много в курсе. Вот. Вот. Ну, в настоящее время, как бы, да, закон-то един для всех, да, в том числе и для коммерческих структур, да, то есть, если, например, в многоквартирном жилом доме находятся на первых этажах нежилые помещения, они тоже оплачивают, в том числе и за общее дымовое освещение. Вот. Поэтому здесь понятно, что люди экономят, да, люди хотят сэкономить внутри своего помещения, так скажем, ну, меньше тратят электроэнергии. Но, поймите тоже правильно, есть лестничные клетки, которые освещаются, есть придомовое освещение, которое тоже, как бы, да, для жителей, города. Вот. Поэтому, конечно, за это нужно платить. У нас еще один телефонный звонок сорвался. Напоминаем еще раз номер телефона редакции 984646. Вы можете отправить ваш вопрос смс-сообщением на номер 9277-444555. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Мышаков, заместитель директора МУПЖЕС. Попробуем принять телефонный звонок в редакцию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такого содержания. Моя мама ветеран войны, проживает по улице Советской 82. Дом весь разваливается. Вообще вот сейчас на данном этапе сняли у них унитаз, три недели у них общий туалет в коридоре. Сняли унитаз. Люди, живя на улице Советской, выходят с ведерками и куда-то это все выплескивают. Это как, вот нормальное явление? Я вот живу в квартире, в однокомнатной, да, я плачу деньги почти такие же, хотя у ней, значит, общий туалет и маленький краник в комнате. Все, больше ничего у ней нет. И газовая плита. И она платит нормально. Вот текущий ремонт, в доме не было ремонта с 1960 года. Там вообще все отваливается. Спасибо за вашу свою руку. Сейчас вот они к нему унитаз сняли, потому что он уже падал туда, на первый этаж. Они взяли, сделали подпорки, бруски деревянные, полностью селили и сняли унитаз и ушли. Все. И вот как это вот? Общий туалет, общий коридор. Они говорят, вы берите все, ставьте за свои деньги. Ну как это? Я же не приватизировала этот туалет. Я не приватизировала коридор. Это общественное место. Вот разъясните мне, пожалуйста, кто должен покупать, кто должен ставить. И кому деньги платить? А скажите еще раз адрес, по которому ваша мама проживает. Советская, 82. Там не только мама, там еще ветераны войны. Спасибо за ваш звонок. Александр Сергеевич, конечно, улица Советская не является зоной обслуживания МУПЖЕС, но тем не менее, как поступить в данном случае радиослушательницы? Наверное, в данном случае я бы, наверное, посоветовал обратиться... Познакомиться с изрунским прокурором? Нет, обратиться все-таки, наверное, к депутатам. Вот. Они однозначно помогают. Вот. Тем более, как бы ситуация действительно сложная. У управляющих компаний, насколько мне известно, денег на обслуживание непосредственно внутри квартиры нет. Да, то есть, да, такой закон человека... Закон вынуждает человека самостоятельно обихоживать свое внутреннее пространство. Но это же не внутреннее пространство, это общий туалет. А, это общий? Да, это был общий туалет. Дом с частичными удобствами, советская 82, такой старой застройки. На территории вашего обслуживания, юго-запад и образцовская, конечно, таких домов немного. Тогда, конечно, следует обратиться в управляющую компанию, но, опять же-таки, если данный объект признан ветхим аварийным, то, скорее всего, на техническое обслуживание счета просто не выставляется. У нас есть такая категория домов ветхих аварийных жилых домов. Несправедливость, я бы сказала. Может быть, и узаконенная, но все равно несправедливость. Александр Сергеевич, вы подали очень хорошую мысль. И я думаю, что мы, редакция «Эхо Москвы» в Сызране, направим запрос депутату, избранному на данном избирательном участке. Я просто уверена, уверена на 100%, что проблема, позвонившая к нам радиослушательница, обязательно будет решена. Мы передадим этот запрос депутат. Давайте выслушаем, может, еще одна проблема есть. Еще звонок поступил. Алло, здравствуйте. 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 Ульяновская, 613, 64-я квартира. Да. На каком основании у меня берут за свет общего пользования 12 киловатт. У меня однокомнатная квартира. И они не ставят, что это 12 киловатт, а затолкают в общую сумму. И вот высчитывай. Сколько хочу, столько в эту сумму я и запишу. Ну, до каких пор? Это одно. Второе. Смольковь отвечал на газетах, что мы с мая по октябрь не брали за свет общего пользования. Входило в строку содержание и капремонт. Капремонт и содержание осталось то же самое. А еще берут у нас за свет. Выходят за свет, они берут с нас в два раза. Ну, за свет, как мы уже выяснили, что это не управляющая компания отвечает. Вот, уже в два раза. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Хочу заметить нашим радиослушателям, что в настоящее время в отношении управляющей компании центр, на территории которой находится жилое помещение, позвонившей нам радиослушательницы, проводится прокурорская проверка. Я думаю, что выводы будут сделаны соответствующие. Спасибо, тем не менее, за ваш звонок. Будем надеяться, что проблема ваша в ближайшее время будет решена. А у меня вопрос к нашему гостю Александру Сергеевичу Мышакову. В 2009 году изменились приоритеты в направлении деятельности вашего предприятия. Вам было передано все тепловое хозяйство города. То есть, я правильно понимаю ситуацию? Именно вы, именно ваш МУБЖЕС отвечает за то, чтобы в наших домах было тепло. Я верно понимаю ситуацию? В домах по всему городу? Да. По всему городу или только в районе Монгары, в Ростовской площадке? Нет. С 1 января 2009 года в муниципально-мунитарные предприятия из муниципалитета было передано абсолютно все имущество, которое занимается производством и транспортировкой тепловой энергии. В том числе мы путем выработки тепловой энергии обслуживаем и центральную часть города, и образцовскую площадку Монгару. У нас на сегодняшний день порядка 200 километров тепловых сетей на балансе и порядка 40 котельных, которые занимаются выработкой тепловой энергии. 40-ю котельную, насколько я в курсе, вам сейчас передают. Это котельная от российских железных дорог в районе Переселенки, Мазутная. Ну, практически уже почти ваша. Да, да, практически наша. Это Мазутная котельная, она очень достаточно старая. Ну, не достаточно, наверное, очень старая. Вот. Значит, она требует вообще просто колоссальных затрат, капитальных вложений, так скажем, в эту котельную. Я просто даже боюсь предположить, с каких других объектов будут деньги переведены на реконструкцию для котельной. Вы знаете, реконструкция, так скажем, в ближайшее время не будет, да, так как в тарифе на 2013 год мы, так скажем, только капитально ремонтировать ее будем. Вот. То есть, что связано с реконструкцией, это уже будет дополнительно рассматриваться. Наверное, будем выходить на администрацию городского округа Сызерин. Почему? Потому что данные котельные снабжают тепловой энергией порядка 20 домов жилых. Вот. То есть, население все-таки пострадать не должно. Вот. А в обход вот никак нельзя пустить, допустим, если эту не реставрировать, в обход других котельных? Ну, вопрос цены. Вы знаете, будем рассматривать абсолютно любые варианты. Ну, вы как считаете, что дешевле в обход пустить или заново отреставрировать? Район очень... Вообще, какие пути выбираются обычно? Район очень сложный, да, рядом железная дорога, поэтому там у железной дороги есть зона, так скажем, ответственности, да, определенная. Вот. Поэтому, говорю, в настоящее время мы данную котельную получим. Значит, какие-либо, значит, усилия по тому, чтобы она продолжала работать, то есть, данный отопительный сезон мы однозначно, значит, будем снабжать качественную услугу теплоснабжения. Вот. И уже как бы в летний период будем думать, каким образом решать этот вопрос. То есть, либо ее капитально ремонтировать, каким-то образом модернизировать, либо искать какие-то иные альтернативные источники тепловой энергии в данном районе. В общем, с таким подарком от российских железных дорог вам бы, как в старой сказке Гайдара, ночь простоять до день продержаться. Дожить бы до весны, скажем так. Дожить бы до весны. Тут уж не до жиру, быть бы жилу. В общем-то, не очень позавидуешь жильцам данного района. К нам в редакцию поступил звонок. Алло? Алло. Да, здравствуйте, говорите. Отойдите немножечко от радиоприемника. Вы меня слышите, да? Да, да, я вас слышу. Это Нина Ивановна вам звонит. Вот объясните, пожалуйста, почему нам в этом месяце за электроэнергию в подъездах пришло на 3600 киловатт больше? Цвет одинаковый, включаясь в одно и то же время. Нина Ивановна, назовите, пожалуйста, ваш адрес. 5 октября 26. Так, хорошо, спасибо за ваш вопрос. Жаль, искренне жаль, что сотрудники управляющей компании ЖЭС не смогли присутствовать на нашем прямом эфире. Тогда бы нам просто с вами не дали бы и пары слов перекинуться, поскольку все вопросы в редакцию поступают по начислению. Напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях заместитель директора по общим вопросам МУП ЖЭС, а начислениями занимается управляющая компания ЖЭС. Но, тем не менее, Александр Сергеевич, хотя бы в общих словах, в пределах компетенции, ответьте нашей радиослушательнице. Что за безобразие такое? Почему людям начисляют платы совершенно какие-то несуразные, причем прокурорские проверки проводятся, на всех заседаниях, думаю, этот вопрос поднимается, люди буквально уже чуть ли не с флагами по-советски ходят. Мы опять-таки сталкиваемся с недоработкой нашего законодательства. Так как законодательство новое, то есть может быть какие-то, так скажем, сбои в законе. А нет такого варианта, что, допустим, начисляя большие пени за освещение подъезда, идет в счет погашения долга такого? Нет, нет, это совсем другое. Вы понимаете, да, у нас же есть прокуратура, она периодически проверяет, да. Я не думаю, что хотя бы одна из управляющих компаний, да, хотел бы пойти на конфронтацию, так скажем, с контролирующими органами. Вот, никому это не нужно. Это выходит, что нашим радиослушателям по этому вопросу придется только ждать, когда проверка придет. В любом случае проверка в городе проводится, и проводится очень серьезно. Буквально недавно в последнем выпуске программы новостей мы в очередной раз затронули эту тему. Министр топливной, не смогу, к сожалению, вспомнить название той организации, которую представляет наш министр, он обращал внимание собравшихся на правительственное совещание на то, что именно в сфере ЖКХ сейчас нужно поднимать этот вопрос достаточно остро. Недовольство населения не только Сызрани, но и многих других, и малых, и больших населенных пунктов нашей страны выражено настолько ярко. И путаница в начислениях, и какие-то, может быть, даже противоправные действия, опять же, повторюсь еще раз, оценку им даст прокурорская проверка, они имеют место быть не только в нашем городе. Но нам, конечно, от этого не легче знать, что не только мы одни страдаем. И тем не менее, вернемся к основной теме нашей беседы, это содержание теплового хозяйства в нашем городе. У нас с вами есть еще 2-3 минуты до выпуска новостей на то, чтобы осветить эту тему. Ну, как я уже сказал... Насколько изношены сети, которые вам достались? Сколько вам уже пришлось вложить в реконструкцию, в поддержание работы этих сетей? И как вы оцениваете общую картину содержания этих сетей? За голову впору хвататься или, наоборот, аплодировать? Не все так страшно, хотя тепловое хозяйство, которое было получено муниципальным предприятием в 2009 году, оно, конечно, было в плачевном состоянии. Не знаем, кого благодарить, либо предшествующую обслуживающую организацию, либо в силу возраста, так скажем, было очень мало затрат, вкладывалось непосредственно в сетевое хозяйство. Но, начиная с 2009 года, мы капитально отремонтировали такую котельную, то есть, так скажем, градообразующую номер один, который находится на Свердлово. Капитально отремонтировали там котлы. Буквально в этом году мы капитально отремонтировали выходы с этой котельной, то есть, магистральные трубопроводы, которые выходят, то есть, это 500-й диаметр, огромные просто трубы. Наверное, если жители ездили мимо Сызенской городской думы, то есть, там, так скажем, в течение почти двух месяцев велись прокладка магистрального трубопровода. Понимаю, что это очень долго, да, но, сами поймите, это очень большие трубы, плюс там компенсатор, так скажем, был и... Что было? Компенсатор, то есть, это такое устройство, которое компенсирует, так скажем, гидравлические удары. Все равно непонятно. Ну, перепады давлений в системе трубопровода. Резкие скачки вынаграждены. Ну, стоя часть, наверное, технически такой, да, вопрос, да, то есть, ну, это опять-таки было, ну, с этим были связаны определенные сложности. Вот, поэтому... Об этом я догадалась, да. Вот, плюс протяженность достаточно немаленькая была, ну, и плюс, как бы, диаметр достаточно больший, то есть, пятисотка, то есть, как бы, разбирается в трубах, тот поймет. Вот, в двухтургном исполнении переложили. Вот, Карла Маркса в этом году тоже было выполнено порядка двухсот метров новой трубы проложили. Вот, сеть была абсолютно изношена. Этот год тепловой, она бы не простояла, это однозначно. Запитана порядка, там, двадцатимных квартирных домов, то есть, хорошо, что это сделали вовремя. Вот, а также в этом году, значит, отремонтирован был, вот, выход на Мангаре. Хоть, как бы, район, вроде, считается новый, да, но тоже уже порядка, ну, сколько, 30, наверное, может быть, и больше лет, да. Это в районе каких улиц? Мангара, 50 лет октября, тоже было перекопано, жители, наверное, видели, то есть, тоже там порядка двухсот метров магистрального теплотрассы было переложено. Вот, ну, и плюс, как бы, занимались внутриквартальными сетями, вот, ну, здесь, наверное, каждый из жителей видит у себя, когда раскопано, и люди работают, это все наглядно. Вот. А самые худшие участки в каком районе находятся? Я потому, что раньше постоянно был на Обрасовской площадке, там всегда, круглый год, все время все перекопано. Вы знаете... Такое ощущение, что именно там были зарыты все клады всех времен и народов. Так сложно сказать, да, какой район наиболее плохой, я говорю, то есть, капитальный не ремонтировался. Может быть, проще сказать, какой наиболее хороший? Ну, наверное, Мангара все же, да, так как самый новый район, наверное, наиболее хороший. Вот, если, как бы, жители, наверное, в курсе, да, то есть, глобальная просто работа провелась в районе завода Тяжмаш, вот, переложены сети практически, наверное, на 75% все, вот, плюс проложены, значит, обратные трубопроводы. Вот, была, была вообще система сделана без линии рециркуляции, вот, значит, доходило до того, что диаметры были заужены до, наверное, процентов на 80. На 80? Да, на 80, в связи с тем, что вода была настолько жесткой и температура настолько высокой, да, без линии рециркуляции, что вот эти вот кальциевые какие-то отложения, да, в трубе, то есть, они забили трубу на 80%, вот, сейчас, как бы, это все дело сделано, вот, ну, так скажем, задохнули спокойно на какой-то промежуток времени, да, ну, хотя, как бы, трубы новые, чтобы их оттаить, надолго хватит. Дорогие радиослушатели, напоминаем номер телефона редакции 98-46-46. У нас, к сожалению, сорвался телефонный звонок, но мы надеемся, что после выпуска новостей звонивший к нам радиослушатель все-таки сумеет дозвониться. 98-46-46, а у нас в эфире новости. Острые углы Мы продолжаем нашу программу. С вами Эхо Москвы в Сызрани, Елена Костина, Роман Гусейнов и гость нашей студии, заместитель директора МУПЖЕС по общим вопросам Александр Сергеевич Машаков. Напоминаем еще раз, что приоритетное направление деятельности МУПЖЕС это подача тепла и горячего водоснабжения в жилые дома нашего города. К нам в редакцию поступил звонок. Алло? Алло? Да, алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит с улицы Красильниковой. У нас вот такой вопрос. Нам обещали, что если поменяют трубы, и у нас горячая вода будет моментально, ну минут через 2-3. Вот я живу на пятом этаже, мы пока пять этажей не сольем, вода у нас еле жива и пойдет. Бывает только горячая утром, видимо, много сливают, и вечером тоже, когда с работы придут, видимо, много сливают. А днем она у нас еле-еле-еле, и мы сливаем, 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 а счетчики у нас считают, считают, выходит, мы плотим просто за холодную воду, по цене горячей. Красильникова дом номер? Третья звонили, нам говорят, у нас все нормально. И вот снова с пуском новой котельной у нас стал такой. А номер дома ваш? 44, 46, 48. Ну вся красивая. Ряд домов, да, получается? Верхние этажи у нас, мы можем только слить пять этажей, тогда пойдет теплая вода. Но днем ее, днем, как будто бы вот утром ее слили, а целый день нагревают до вечера. Хороший вопрос, спасибо вам за него. Причем я могу точно утверждать, что такая проблема не только на Красильнику. Вот у меня мама живет на Комарово-10, на четвертом этаже, такая же ситуация, я там когда жил, это была беда. О горячей воде жители забывали напрочь. Александр Сергеевич, вопрос к вам. Давайте я поясню по вопросу Красильникова сначала, потом по Комарова. Значит, по вопросу Красильникова, как я уже говорил, значит, изначально, когда сети, значит, сети были на балансе у завода Тяжмаши, не было линии рециркуляции. Линии рециркуляции просто отсутствовало. Вот, то есть, Тяжмаш был, на Тяжмаши котельная очень большая, вот, там свой технологический процесс производства вот этой горячей воды был, вот, значит, и, так скажем, давление было, наверное, больше или как-то, да, то есть, ну, здесь, как бы, пояснить я не могу. Это технически, наверное, нужно подходить, все это дело нужно считать. Вот, соответственно, была горячая вода. В настоящее время, как я говорил, что линии рециркуляции, именно которые идут по улицам, они восстановлены. Вот, но не факт, что есть линии рециркуляции внутримных квартирных жилых домов. Вот. Какая интересная ситуация получается. Выходят люди, планирующие современную рециркуляцию воды, не думали о том, что вода-то должна до квартиры дойти, не просто до дома. Она должна циркулировать внутри многоквартирного жилого дома. Так. То есть, если мы прокладываем линию рециркуляции, значит, снаружи, то, скорее всего, для того, чтобы она работала где-то в подвале, то бишь в нижней точке, она прокручивается. Да, то есть, до дома вода доходит нормативная. Но, соответственно, как вот жительница сказала, для того, чтобы ей подняться, да, нужно на пятый этаж, нужно спустить пять этажей стояка. Вот. То есть, опять-таки, здесь нужно обратиться в управляющую компанию, для того, чтобы все-таки пояснили вопрос по восстановлению линии рециркуляции. Вот, смотрите. Все равно непонятно. Пояснить-то пусть пояснят. А восстанавливать кто ее будет? И восстанавливать это ладно. Восстанавливать еще не исключено, что когда-то дойдут. А в плане оплаты, это ничто не изменит их необъяснение. Вот мы, как теплоснабжающая компания, выставляем счета управляющей компанией. Вот. Напрямую с жителями мы не связаны. За исключением частных жилых домов. Да? Кто отвечает за то, чтобы восстановить циркуляцию нормально? Чтобы у человека была горячая вода? Ну, согласитесь, это неправильно. И даже снижение оплаты, которое, возможно, после нашей радиопередачи, может быть, и сделают радиослушательницы, оно ситуации-то не решит. Человек живет в 21 веке. Ну, почему? Почему она должна пользоваться холодной водой? Да, понятно. Обслуживание многоквартирных жилых домов, внутренней составляющей, это, еще раз говорю, управляющей компанией. Вот. Ну, уже не в силах без линии циркуляции внутренней, да, подать нормативную горячую воду. То есть силами управляющей компании. Должны эту циркуляцию сделать. Я правильно поняла вас? Либо силами муниципалитета, либо силами управляющей компании. Это вы горячую воду подвели, а уже управляющей компании пусть ломают голову, как подать ее жильцам. Да, интересная ситуация получается. Зачем ломать голову? Проще ломать систему внутри дома. У нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, Эх, Москвы. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Это Владимир Федорович. У меня вопрос к Александру Сергеевичу. Да. Пусть он скажет. Сейчас вот за отопление подъездов, значит, кто платит? По какой статье? Спасибо за ваш вопрос. На будущий год говорят, что вы будете дополнительно платить за отопление подъезда. А кто говорит? Вы говорите, говорят, что будем платить больше. А кто именно говорит? Ну, кто? Правительство и, значит, вот наши эти местные власти. Вот как. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Давайте сначала ответим до конца предыдущей радиослушательницы, позвонившей нам. Мне хочется как-то помочь женщине, которая нам позвонила. Каковы ее первые шаги должны быть? Что вы ей можете посоветовать? Нет, это понятно. Тут как бы противопоставление интересов двух организаций, которые вроде бы называются одинаково. УК ЖЭС и МУБЖЭС. Действительно, прав и мой товарищ по работе, который говорит, вы довели горячую воду до дома. И все. Вот на этом наша царская миссия закончена. Мы когда не хотим, МУБЖЭС не хочет перекладывать ответственность на управляющие компании и так далее. Но, понимаете, здесь восстановление или циркуляция связано с определенными затратами. Понятно. Но если бы нам вкладывали в тариф, так скажем, затраты на восстановление внутреннего сетевого хозяйства на квартиры, на жилых домах, Бога ради, мы бы ремонтировали и чинили, и восстанавливали. Но тоже поймите правильно, что мы исходим из тех денег, которые нам утверждает регулирующий орган. То есть закон есть закон. То есть мы работаем только на внешних тепловых сетях. Какая-то тупиковая все равно ситуация. Александр Сергеевич, пользуюсь Вашим все-таки достаточно немалым опытом работы в сфере ЖКХ. Подскажите, каков должен быть первый шаг? Первый шаг. Первый шаг. Написать заявление в управляющую компанию по поводу того, чтобы она сделала перерасчет. Так, хорошо. Напишет дальше. Опять-таки обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сызра. Ульяновская 61. Ульяновская 61, да. То есть там уже как бы по этому вопросу подойдут предметно, разберутся. Причем обратиться именно письменно. Письменно, конечно, письменно. Так. Получить ответ от них, то есть тоже письменный. Соответственно, нужно планировать деньги для того, чтобы восстановить линии рециркуляции на квартиры. На квартиру на жилых домах. Соответственно, вы предлагаете начать хотя бы с того, чтобы обозначить перед руководством комитета ЖКХ данную проблему. Хорошо, хорошо. Спасибо. Своей стороны мы тоже, в общем-то, приложим все наши слабые журналистские силы на то, чтобы проблема женщины, позвонившей к нам, была решена. Хотя бы в плане финансов. По поводу звонка нашего радиослушателя. Ответьте, пожалуйста. Что могу по поводу вопроса Владимира Федоровича сказать? Значит, мы поставляем тепловую энергию до фундамента здания. То есть, вроде как, это вопрос не наш. Но рассредотачивает управляющая компания тепловую энергию согласно нормативу. И больше норматива население управляющей компании не выставит. Поэтому, в принципе, можно не переживать. И какие-то, то, что у вас подъезд отапливается. Но он у всех отапливается. И здесь есть норматив. Выставляют вам по нормативу. Если увеличится норматив, то он увеличится по всей стране. Если норматив уменьшится, то он тоже уменьшится по всей стране. Простите мне мое занудство и въедливость. А слышала я, край муха, что в 2013 году у нас ожидается рост тарифов. Неужели правда? Рост тарифов, да, действительно будет. Ну вот я так хотела, чтобы вы сказали нет. Без этого никак нельзя. Да почему же нельзя-то без этого? Ну почему же нельзя? Понимаете, есть рост энергетических ресурсов. То есть мы же не добываем тепловую энергию из воздуха. Вы берете половину тепловой энергии, с которой вы работаете? Да, мы частично покупаем тепловую энергию. Значит, порядка 50% тепловой энергии у волжской теплогенерирующей компании, нашей доблестной ТЭЦ Сызранской. У ТЭЦ, у ЗАОСТЭКа вы берете 5-7%, насколько мне известно. Нет, ЗАОСТЭК и Сызранская ТЭЦ – это разные вещи. ТЭЦ – это… Простите мне мою техническую безграмотность. ТЭЦ – это централь, вырабатывающая электроэнергию, тепловую энергию, которая снабжает тепловой энергией Мангару-Обрасовскую, поселок Заводской, поселок Строителей. То есть вот там вырабатывают тепловую энергию ТЭЦ, то есть фирма волжской теплогенерирующей компании. Вот, ЗАОСТЭК – это, значит, небольшая фирма, которая в настоящее время, у них там порядка 5, может быть, там 6 котельных. Вот, основная котельная на поселке Кашпер, Новокашперский, вот, 19-я – это их котельная. Они там снабжают тепловой энергией. Грустно все это слушать, Александр Сергеевич? Значит, соответственно, мы покупаем тепловую энергию, да. То есть у ВТГК рост порядка 13%, уже как бы утвержденный на 2013 год. В МУПЖЕС рост тарифа 10,1%. То есть ощутит население рост тарифа с 1 июля 2013 года, вот, согласно постановлению президента Российской Федерации. Вот, тариф увеличится с 1, еще раз повторюсь, с 1 июля 2013 года. С перечнем потенциальных виновников роста тарифа мы разобрались. Мы прерываемся на прогноз погоды, после чего встретимся вновь в телефон редакции 98-46-46. Мы продолжаем нашу программу. У нас в студии гость. Заместитель директора МУПЖЕС по общим вопросам Александр Сергеевич Машаков. Много, очень много претензий, к сожалению, к коммунальным службам нашего города поступает от радиослушателей. Вот, в частности, пока транслировался прогноз погоды, очередной выпуск программы «Метеоскоп» поступил звонок от жителей «Локомобильная» 35. Люди недовольны той, можно сказать, двусмысленной, мошеннической даже в каком-то смысле ситуации по установке счетчиков в домах. Но, тем не менее, вернемся к основной теме нашей программы. Это подача тепла и горячего водоснабжения в жилые районы нашего города. Очень хотелось бы узнать, сколько времени еще будут мучиться жители первого микрорайона Юго-Запада Сызрани? Как долго у них в домах будет чуть теплая, еле живая водичка вместо нормальной горячей воды? Вот это вопрос прямо вот к вам, и прямо в лоб. Вопрос это наш. В декабре 2012 года на Думе было принято решение внести изменения в инвестиционную программу муниципально-мунитарного предприятия жилищно-эксплуатационной службы, связанное с тем, что необходимо восстановить линии рециркуляции в первом микрорайоне Мангары от ЦТП номер один. ЦТП номер один находится по проспекту Гагарина. От него снабжается порядка 20 теплом и горячей водой, порядка 20 многоквартирных жилых домов. При строительстве данных многоквартирных жилых домов, так же как и по району Тяжмаш, не было предусмотрено линии рециркуляции. В связи с этим, конечно, население отчасти недополучает то качество горячей воды, которое необходимо. Но инвестиционная программа однозначно будет выполнена в 2013 году. Я думаю, что, наверное, не ранее конца лета. Почему? Потому что это связано с очень большими затратами. Нужно будет переложить порядка двух километров тепловых сетей. Тепловые сети находятся, так скажем, в не очень приятных местах под дорогами и так далее. Плюс еще нужно будет рассмотреть вопрос, дабы не было точно такой же ситуации, как по району Тяжмаш, еще и восстановление линии рециркуляции в многоквартирных жилых домах. Это тоже такой вопрос, который мы однозначно будем выносить на уровень администрации. И, чтобы не было повторения, решать вопрос с администрацией. У меня такой вопрос, очень краткий и быстренький. Вы говорите, очень много нужно заменять, и, естественно, на этот период горячей воды не будет. А нельзя как-то пустить людям другим способом горячую воду, чтобы они не столько времени страдали? Как можно пустить горячую воду во вход магистральных трубопроводов? Нет такой альтернативы. Конечно, нет. Понимаете, центральный тепловой пункт, в нем установлено насосное оборудование, которое непосредственно связано с подачей горячей воды в жилые дома. Поэтому, когда будет проводиться реконструкция, то однозначно будет горячая вода отключена. Но для того, чтобы до этого момента, да, ведь будет еще масса подготовительных, да, то есть нужно будет это все дело раскопать и так далее. То есть мы постараемся проработать с подрядной организацией таким образом, да, чтобы как можно на меньший период времени отключить горячую воду. Но это все равно будет неизбежно. Со своей стороны, Александр Сергеевич, совершенно искренне надеюсь, что наша следующая встреча будет посвящена более радостному известию, что, наконец-то, горячая вода придет, придет уже, наконец, в дома первого микрорайона. На этом, дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. У нас в студии был гость, заместитель директора МОБЖЭС по общим вопросам, Александр Сергеевич Мышаков. Благодарим вас за то, что вы нашли время и возможности.